То же самое пророк Исаия пророчествует в 47 главе с 13 стиха и говорит такие вещи от Бога, от Бога. И вот что. Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же теперь выступят наблюдатели небес и звездочеты. И мудрая дева, и потом другие люди с их руки, они начинают советовать. Вот 20 числа будет, а потом не произошло, ой-ой-ой, простите, ну 28 произойдет. Множество советов различных. Откуда они берут свои советы? Откуда? Наблюдатели небес, звездочеты. Понимаете, астрономия, просто звезды, галактики изучать, это нормально. Но астрология, когда мы получаем сверхъестественное знание, через звезды, это, ребята, что такое? Это язычество, это грех вообще. Вообще в Вавилонских, в Вавилоне люди наблюдали за облаками, за небом и получали от божества, как бы, откровение через расположение облаков. Ну, походу, а насор разрезал печень, чтобы посмотреть на разрез печени и как там, вот, ну, что Бог проговорит. Ребята, это язычество, это грех вообще. И звездочеты, наблюдатели небес, предвещатели по новолуниям. Вот, спасут ли они тебя от того, что должно приключиться тебе? Все это греховность. Предвещать по новолуниям, по временам, по вот этим, по луне, новая луна появилась. Это грех. Предвещать и пророчествовать из новолуния, это неправильно, друзья. То же самое Еремея, пророк в 27 главе, в стихе 9, то же самое говорит. И вы не слушайте своих пророков, своих гадателей и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов. Мудрая дева, звездочет просто. Это вплетение колдовства духа бесовского, духа волшебства и колдовства. Духа астрологии в определенном смысле, которые говорят вам то-то или то-то. И есть, он говорит, не слушайте своих сновидцев, это Наталья Губина, вот это Наталья, да, Губина, которая видела сон тоже там о пришествии Господа 20 сентября. Это сновидец, который получил это откровение не от Духа Божия никаким образом, а от бесовского демонического духа. Вот и все. Поэтому вот это знамение светило, которых трубит мудрая дева, чисто в этой оккультизме. Далее он получает откровение свое о пришествии Господнем, исходя из праздников. Это иудейские праздники. То есть он сопоставляет пришествия, высчитывая время пришествия Господа из иудейских праздников. Давайте почитаем Новый Завет, друзья. И в послании к Галатам апостол Павел в 4 главе говорит вот что. Ныне же познав Бога или лучше получив познание от Бога, для чего вы, христиане, опять возвращаетесь к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова себя поработить им? Наблюдайте дни, месяцы, времена, годы. Боюсь, не напрасно ли я вас трудился. Павел говорит, вы что? Соблюдайте праздники сегодня. Вот эти вот дни еврейских праздников различные. Как будто они имеют духовный смысл. Вы возвращаетесь к немощным и вещественным началам. Соблюдение еврейских праздников, как дань почтения Бога, тем более получение через иудейские праздники откровения и руководство, когда же Господь говорит, это вообще немощные и вещественные начала. Вообще на самом деле, на самом деле, вот если мы сегодня, вот обрезание, обрезание, ничто и не обрезание, ничто. Но обрезался человек, я просто как дань еврейского народа обрезался. Просто или по медицинским моментам обрезался, или как я вот, как еврей, да, как казахи одевают тюбетейку там, а я как еврей обрежешься. Я не придаю, это не приближает меня к Богу, не придаю духовное значение. Нормально, обрезывайся. Соблюдаешь праздники, традиции, просто потому что, ну как, как дань еврейскому народу, я еврей, это нормально. Но если ты влагаешь духовный смысл к этому, вот здесь уже этот момент становится, это становится грехом. Если ты кушаешь какую-то пищу или не кушаешь какую-то пищу, просто потому что тебе не нравится, это не грех. Или нравится, это не грех. Но если ты, если говоришь, это Богу угодно, чтобы я это ел, и Богу не угодно, чтобы я это ел, вот здесь духи обольстителей учения бесовские, 1 Тимофея 4 глава, что есть духи бесовские, запрещающие вкушать то, что Бог в пищу сотворил. И вот здесь, с таким же моментом, люди начинают предавать праздникам, еврейским иудействиям, духовный смысл, это к Богу нас приглашает, приближает. Тем более, тем более извлекает пророческий смысл из этого. Да мы извлекаем назитание из праздников, это аллегория, это пророчество на Господа, на духовные вещи. Но не руководство, но сами действуют и так далее. Но не говорит нам о временах и сроках никогда. Ныне же, познав Бога и получив познание от Бога, почему возвращаетесь, наблюдаете дни, месяцы и времена и годы? Наблюдать времена, дни, месяцы и годы, следить за ними, ничего не имеет общего с познанием Бога. И тем более познанием Божьих времен и сроков, которые Бог, написано, положил в своей власти. Поэтому все это фельдкина грамота, то, что он из праздников извлекает духовный смысл и дату извлекает. И извлекает и звезд, и солнца, и затмений и тому подобное. И то же самое послание к Колосинам. К Колосинам апостол Павел пишет. Никто пусть не осуждает вас за пищу и питье, 16 стих 2 главы, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий субботы. О временах говорит уже, да, о праздниках, о временах. Это есть тень будущего от тела в Христе. Это был намек на Христа. Это была тенью Христа. Мы извлекаемся, несмотря на праздники, изучая Пасху, мы видим Христа Господа. Но не принимаем сегодня Пасху для того, чтобы понять, когда вычеркнет Господь яйца. Это вообще неправильно. Мы не вглядываемся в тень сегодня. Эти праздники намек на Господа. Мы во Христа вглядываемся, который сказал, что вот здесь знамение времен. Он – это я, мое учение, мои чудеса, это знамение времен, мои слова и так далее. Вот таким образом. И 20 сентября восхищение церкви должно было быть. Люди должны были вознестись и исчезнуть. А остальные должны были жить какое-то время. И давайте все проще намного. Я тоже буду заканчивать. Люди сегодня усложнили пришествие Христа. Настолько сложное учение это, что там многие христиане даже не могут понять. Вот сегодня церковь усложнили. Все нужно усложнить. Люди вместо простоты во Христе что-то усложняют постоянно. Вы думаете, церковь сделали. С простой церкви, которая была в первом веке, сделали такую сложную организацию религиозную, с иерархизмом и прочим, что невозможно концов отыскать и понять до конца. Все настолько просто вообще в Библии. И пришествие Господа, восхищение, все это очень просто и легко. Давайте просто. Вторая глава филосоникицам 2 написано, что молим вас, братья, с 1 стиха, о пришествии Господа нашего. Будет пришествие Господа, когда Господь придет с неба. И молим о вас и нашем собрании к нему. Как мы к нему соберемся, как мы должны к нему готовиться. Давайте соберемся к пришествию Господа. Давайте, давайте. И Павел пишет, я прошу вас, не спешите колебаться умом и смущаться. Ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послан, будто бы уже наступает День Христов. Есть различные духи, и это не Божий дух, это бесовский дух, который смущал в первом веке. Вот-вот наступает День Христов. Эти же духи, этот же дух действует сегодня в Мудрой Деве Шевченко, Ра, Тугат, Тугат, Губина и прочие-прочие люди. Не смущаться приказа у Павла от этого духа. Вот. И пусть никто не обольстит вас никак. Ребят, сегодня, знаете, эти люди, они ожидали 20-м числом восхищения церкви, но не произошло. Они сказали, ну слава Господу, мы мудрые девы, зато мы ждем, но не будем ждать дальше. Это вдохновило нас. Ребят, мы молодцы. Да вы в обольщении просто. Пусть не обольстит. Это пробуждение, пробуждение ожидания Господа. Ребят, это вы так говорите. Это обольщение. А мудрое дело, что там переобулся. Вот там. Ну и он уже говорил, там как бы покаялся, как бы так, номинально. А потом говорит, ну это вообще на самом деле все правильно я сказал. И это Бог отменил. На 20-е сказал, а потом как бы перенес на неделю. 28-м обещал сегодня. Сейчас уже 25-е число. Посмотрим через 3 дня, что будет. Ничего не будет, кстати. Вот. И пусть не обольстит. Это обольщение. Дьявол, обольщающий всю вселенную. Это обман. Это обольщение. То, о чем говорю, мудрая дева, это точную-точную дату. Кстати, по поводу даты, что ни дня, ни часа никто не знает. Отец положил времена в своей власти. Я об этом говорил. Видео, ссылка будет в описании. Видео называется. Иисус придет в 2028 году, где-то после обеда. Вот там посмотрите. Сейчас не буду уже затрагивать эту тему. Но мудрое дело. Канал Рад Ту Гад. Они там, ну, ни дня и часа отменили. Уже как-то перебили. Это не об этом говорится. Вот. В том видео я это затрагивал. Ну, так вот. Павел пишет. Не спешите. Должен открыться человек греха. Сын погибли. Антихрист должен открыться. Противящийся и превозносящийся. И в обольщении. Сегодня, знаете, вы говорите, вот мы дома и Господа ждем. Да вы хулите Господа. Вот все, которые там вот это поверили в 20 сентября и 28, сейчас верите, в другие даты. Вы хулите, потому что различные исчадия и противники христианства, такие как девятьяров, они смеются, говорят, вот вам христиане лжецы вы. Вот вам ваш Бог. Вот вам ваши откровения. Вот вы лжецы. Вот вы говорили, не сбылось. Кто вы такие? Вы хулите. Вы позорите Бога вообще. Имя его хулица вообще. Вы позорите христианство вообще. Вот вера в ваши фейки, ваша глупость. Вы вообще топчете слово Господа. Иисус сказал, не знает никто этого времени. Вот, а вы знаете, видите ли. И все, кто сегодня точную дату знают, вы бунтари против Слова Божия. Вот таким образом. И в первом послании фессалоникийцам, я последние, последние тексты прочитаю, все очень просто. Итак, мы ожидаем пришествия Дня Божия, собираемся к Нему. Мы ожидаем, и это произойдет, произойдет, но в определенное время. И фессалоникийцам в первом послании то же самое Павел пишет в пятой главе, в четвертой главе. Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Пришествие Господня. Смотрите, христиане останутся до пришествия Господня. Сегодня выдумали и разделяли, есть пришествие Господня. Второе пришествие есть, а есть восхищение церкви. В смысле, как это вы разделили? Христиане мы останемся до пришествия Господня. Христиане останутся, и сегодня мы, даже как апостол Павел, такие духовные, сильные, останемся до пришествия Господня. Мы не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, при трубе Божьей сойдет с неба. И это будет видимо и явно, и мощно. Будет труба Божья, будут миллионы ангелов с неба вместе с Иисусом. Силы небесные поколеблются. И Господь сойдет мертвый во Христе, воскреснут сначала. Все умершие христиане воскреснут. И потом мы, оставшиеся в живых, мы, говорит Павел, и он хотел, чтобы и он дожил до этого дня, мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках, чтобы встречать Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И дальше он продолжает. О временах же и сроках нужды нет писать вам, братья, потому что вы сами достоверно знаете. О временах и сроках, мудрое дело, Рад to God, это Наталья Губерна, нет нужды писать нам. Мы не говорим о временах и сроках, мы не имеем необходимости говорить о их временах. Потому что мы знаем, что Господь придет, пишет, как тать ночью. Это будет как неожиданно. Потому что вор, мы не знаем, во сколько он приходит. Мы ожидаем вора, мы охраняем имение от вора, но мы не знаем, когда он придет, говорит Павел. Ибо когда будет говорить мир и безопасно, тогда внезапно постигнет их погибель. Пагуба, подобно как мука родами, постигает имеющие в очреве и не избегнут. Смотрите, что происходит с людьми остальными, когда придет Господь. Он восхитит церковь, он приходит с неба явно, видимо, пригласит трубы. Восхищает церковь. Уже воскресли мертвые мгновенно. И поднялись вверх вместе с теми, кто остался до пришествия Господня. А на всех остальных падает погибель. Земля рушится, метеориты падают, огонь с неба сходит. Антихриста убивает Господь, как в откровениях написано. И погибают все остальные. Внезапно постигает их погибель, моментальная погибель. Все погибают. Не живут еще годы. Ой, кто-то исчез, кто-то восхитился, а они живут. Нет. Постигает их пагуба. Люди, племена восплачут, видя Иисуса. Потому что люди поймут, вот, а мы не ждали его. Мы не покаялись, мы не уверовали. И церковь восхитится. Ангелы. Написано вообще очень просто. Иисус говорит, что сойдет с неба при трубе Божией, при миллионах ангелов. И пошлет ангелов, и соберут избранных своих от всех углов земли. И восхитят, похитят ангелы. А все остальные будут рыдать и плакать, потому что они будут восхищены. Восхищение церкви будет в день пришествия Господа. Восхищение церкви не будет задолго до пришествия Господа. Это будет один день, одно пришествие. И сразу же восхищена церковь будет, а остальные все погибнут. Все очень просто, чего усложнять-то. И то же самое я заканчиваю. Апостол Петр пишет. А нынешние небеса, 2 Петра, 3 глава, стих 7. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Это будет день исторического суда. Это же не вечный суд, но это будет день пришествия Господа, когда произойдет исторический суд. Еще не будет вечного суда. Но исторический, физический суд постигнет людей. Это будет день суда и погибели. Не время, что они будут долго так жить. А это не один день погибели. Они внезапно постигнет их пагуба, пишет Павел. Одно и то же должно быть, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, тысяча лет, как один день. И дальше. Придет же день Господень, стих 10, как тать ночью. Петр не знал времени. Петр не знал времени. Павел не знал времени. Точного не знал, но они знали, что мы будем ждать. Мы не знаем, когда, но мы ждем. Но точно ни Петр, ни Павел не знал. Мудрая Дева знает. Губина знает. Ротту Гад знает. Как это возможно вообще? Придет же день Господень, как тать ночью. Тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшиеся, разрушатся. Мы видим опять разрушение всей вселенной. Стихии, небо. Звезды падают с неба и так далее. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие нам, ожидающим внимания и желающим пришествия Дня Божия, в который... Смотрите, друзья, что мы ожидаем? Я восхищусь и восхищен будет тихонько, незримо, невидимо. И потом, через годы, там, постепенно погибель там всех. Нет. Мы ожидаем и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Один и тот же день апостолы и Иисус не разделяли восхищение и пришествия Господня. Поэтому вот так, дорогие друзья, поэтому вот эти вот знамения времен, поэтому вот эти вот выдумки различные, связанные со снами этой губиной, высосанными из пальца, не отлело духа. Это все обольщение. Поэтому вот эти вещи, высасывание откровений из праздников, это все неправильно, друзья. Поэтому 28 числа будет то же самое, что и 20 числа. Поэтому, друзья, вам нужно вообще всем, кто шел на поводу этого всего, покаяться, ребят, вы обольстились вообще. Вы поверили не тому, зачем вы топчете слова Господа Иисуса Христа, который сказал, что... И Павел пишет, о временах, сроках нет нужды писать. Вам не ваше время знать эти сроки, не ваше дело, ребята. Вот. Поэтому всем благословений, всем милости, всем благодати. Время изучать Библию. Пишите ваше мнение и ваши комментарии. Пока.